Ихсан. Основа духовного воспитания. Клевета. Навет. Под конец света появятся клеветники и обвинители. Остерегайтесь их. Они худшие из людей. В их сердцах нет света ислама. Их благие деяния не возьмутся в расчет. Ученый Фудейль Ибни Айят. Религия – это инструмент воспитания. Наша истинная религия побуждает нас избегать всех вредных привычек, которые могут разжечь огонь между людьми. Клевета и навет никогда не принесут пользы. Единственное требование ислама к человеку – мир и согласие. Одна из самых острых и уникальных проблем, ставшая духовной болезнью общества – это ложное обвинение и клевета. В Коране Аллах сообщает, что клевета является великим грехом. Те же, кто необоснованно оскорбляет верующих, мужчин и верующих женщин, взваливают на себя тяжесть клеветы и явного греха. О лжецах и клеветниках говорится в следующем аяте. Поистине, ложь выдумают те беспринципные люди, кто не верит в знамение Аллаха. Они лжецы. Клевета – это оскорбление чести и достоинства человека. То есть, говорит, что он сделал то, чего на самом деле не делал. А также говорит, что он сказал то, чего не говорил. Эти действия и являются клеветой. То есть, по шариату является грехом распространять ложную информацию, позорющую человека, чьи дела и слова чисты. Исламские ученые считают, что клевета хуже сплетен, потому что клевета сопровождается ложью. Из истории ислама мы знаем, что мать правоверных Айшу, любимую жену пророка, оклеветали лицемеры. Произошло это после завоевания Бану Мусталяк. В исламской истории этому инциденту дали название Ифк. Благословенная Айша рассказывала. Когда посланник, мир ему и благословение Аллаха, готовился в дальнюю дорогу, он просил своих жен тянуть жребий. На кого из женщин падет жребий, та и должна была ехать вместе с ним. Жребий выпал на меня, и я поехал вместе с посланником Аллаха. Незадолго до этого был неспослан аят о необходимости женщинам покрывать голову. Для меня на верблюде установили паланкин, в котором я и ехала. Когда военное столкновение завершилось, на обратном пути мы остановились на ночлег недалеко от Медины. На заре послышали звуки приготовления к отъезду. В это время я находилась недалеко от лагеря. Когда вернулась, я не смогла найти свое ожерелье. Пошла обратно, отыскала. Когда пришла в лагерь, никого не обнаружила. Оказалось, что все уехали. Люди подумали, что я нахожусь в паланкине, и установили его на верблюда. Так и ушел мой верблюд с пустым паланкином. Я решила остаться и ждать. Думала, что не обнаружив меня, люди вернутся. Софьян ибн аль-Муатталь-Сулями по приказу пророка, мир ему и благословения Аллаха, ехал позади войска. Если кто-то отстанет или выпадет что-нибудь из поклажа, он должен был довести это до войска. Ближе к утру он добрался до того места, где я остановилась. Увидев меня спящей, он подошел со словами «Инна лилляхи, ва инна илейхи рожиу». От его голоса я проснулась. Увидев его, я укрыла лицо одеждой. Суфьян заставил свою верблюдицу опуститься на колени и велел мне взобраться на нее. Я села верхом, и мы пустились в путь. Суфьян шел впереди, держа верблюдицу за поводок. К вечеру мы догнали войско. По пути мы встретили людей, которые кричали нам вслед отвратительные слова. Их подстрекал «Обайебни Салюль». Из мусульман в этом участвовали Хасан ибн Сабит, Мистах ибн Усас и другие. Айша, да буди доволен ею Аллах, рассказывала. «После прибытия в Медину я захворала. Оказывается, среди людей между тем распространялись клеветнические слухи обо мне. Я ничего об этом не знала. Однако посланник, мир ему и благословение Аллаха, во время болезни ухаживал за мной не так, как раньше. Я не могла понять причину этого. В одной из ночей мать Мистаха упала, случайно зацепившись ногой за занавеску. Во время падения она произнесла слова проклятия в адрес своего сына. «Ты зачем его проклинаешь?» спросила я. Она не ответила. И только после третьего раза она промолвила. «Эй, Айша, разве ты не слышала, что он рассказывает?» «Что же он говорит?» спросила я снова. И она сообщила о клевете в мой адрес. «Тот час у меня усилилась болезнь. Мое тело охватило дрожь. Придя в себя, я пошла в родительский дом. Мне хотелось подробнее узнать, что же люди рассказывают обо мне. Я стала спрашивать у матери, и она ответила. Не горюй, все пройдет». О красивой женщине, которую любит муж, всегда так говорят. Меня беспокоило, дошли ли грязные слухи до посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и знает ли об этом мой отец. Я начала громко рыдать. Отец, читавший Коран в соседней комнате, услышал мои рыдания. Он спросил у матери, почему я плачу. Она сказала, что я только сейчас узнала о распространяемых среди людей слухах. Абубакр, да будет доволен им Аллаха, тоже заплакал. Потом он сказал, успокаивая меня, «Потерпи немного, посмотрим, что решит Всевышний». Той ночью я не смогла заснуть до утра. Мои глаза не просыхали от слез. Пророк, мир ему и благословения Аллаха, расспрашивал обо мне у Али и Усамы, да будет доволен ими Аллах. Усама сказал, «О, Пророк, о членах твоей семьи мы ничего не знаем, кроме хорошего». Некоторые говорили, «О, Пророк, не делай из этого проблему. Для тебя на свете много женщин». А про Ишу спроси у ее служанки Бурайды. Пророк, мир ему и благословения Аллаха, спросил у нее. Бурайда сказала, «Клянусь Аллахом, направившим тебя истинным пророком, я не замечала за ней никакой вины. Иногда спала до возвращения овец, иногда делала из муки тесто и съедала. «Клянусь Аллахом, я так долго оставалась рядом с ней, но кроме этого ничего предосудительного не видела. Если бы передаваемые среди людей слухи были правдой, то Всевышний сообщил бы тебе об этом». Передают, что в один из дней посланник, мир ему и благословения Аллаха, сидел грустным у себя дома, когда к нему пришел Умар, да будет доволен им Аллах. Пророк, мир ему, спросил у него, «Что ты скажешь по этому поводу?» Умар, да будет доволен им Аллах, ответил, «Я точно знаю, что это слова мунафиков, лицемеры, и что все это ложь, поскольку Всевышний даже мухе не даст сесть на тебя, так как она могла перед этим сесть на нечистоты, и эти нечистоты могут попасть на тебя. Охранявший тебя от подобной грязи, Аллах разве не убережет тебя от еще большей мерзости?» Эти слова почтенного Умара понравились простаннику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Потом он пригласил к себе Усмана Зиннурайн, обладатель двух светочей, да будет доволен им Аллах, и передал ему этот разговор. Тот также сказал, «Несомненно, все это ложь и клевета лицемеров. Всевышний не дает твоей тени упасть на землю, дабы она не попала в грязное место, или какой-нибудь негодный человек не наступил на нее ногами. Разве может он дозволить члену твоей семьи совершить такой грязный поступок?» Эти слова также немного успокоили пророка, мир ему и благословения Аллаха. Затем он позвал хазрата Али. Тот тоже сказал, «Эти слова мунафихов – клевета. Помните, в один из дней мы читали намаз вместе с вами, и вы сняли свои сандали. Мы тоже сняли, следуя за вами. Почему вы сняли сандали, спросили вы? Мы сказали, что последовали за вами. И тогда вы поведали, «Джибраиль, мир ему, явился ко мне и сообщил, что на мои сандали попали нечистоты. Всевышний Аллах, оберегающий тебя от нечистот, даже в намазе, сообщая о нем в откровении, разве может позволить подобную вещь твоей благословенной жене? Пусть твоя благородная душа будет спокойна. В скором времени Всевышний сообщит, что твоя жена причистая». Все эти слова пришлись по душе посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. После этого он пришел в дом Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Айща, да будет доволен ею Аллах, рассказывала, «В это время я плакала, не вставая. Ко мне пришла одна женщина из ансаров и тоже плакала вместе со мной. Внезапно пришел посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поприветствовал нас и сел рядом со мной. Он не садился ко мне с того самого дня. Прошел уже целый месяц, и он не получал никакого откровения». Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сел и произнес слова восхваления Всевышнему Аллаху. После этого он произнес калима Аш-Шагада и сказал мне, «О Айща, про тебя мне рассказывают разные вещи. Если ты не причастна к этому, то в ближайшее время Всевышний сообщит, что ты говоришь правду и оправдает тебя. Если же был какой-то грех, то покайся и попроси прощения у Всевышнего Аллаха». Аллах прощает тех, кто кается в своих грехах. Услышав эти слова пророка, мир ему и благословение Аллаха, я перестала плакать и попросила своего отца ответить вместо меня. Отец сказал, «Клянусь Аллахом, я не знаю, что и ответить. Мы, то есть здешний народ, во времена Джагилии поклонялись идолам и не знали, как правильно нужно поклоняться. Ни один человек не объяснял нам ничего такого. Теперь же наши сердца озарились сиянием Ислама, наши дома наполнились светом Ислама. Люди говорят о нас такие вещи. И что же я скажу пророку? Ответь ему», – попросила я. «Я уже ответил», – сказал он. И тогда я сказала, «Если вы поверили людской молве, дошедшей до ваших благословенных ушей, то мне вы не поверите, даже если я скажу, что далека от этого. Всевышнему Аллаху обо всем известно. Если скажу, что я сделала то, чего не делала, то возведу на себя напраслену. Клянусь Аллахом, мне больше нечего сказать». Повторю лишь слова пророка Юсуфа, мир ему, который говорил, что нам следует проявлять терпение. От волнения я произнесла имя пророка Юсуфа вместо того, чтобы сказать имя пророка Якуба, мир ему. Затем, обратившись к ним, я продолжила. Клянусь Аллахом, я уверена, мой Господь меня оправдает, ибо у меня нет вины. Однако я не думаю, что Всевышний не спошлет аят про меня. Я не могла и предположить, что до судного дня обо мне будут читать в Коране. Но я надеялась, что Всевышний внушит сердцу пророка мир ему о моей чистоте и сообщит об этом во сне. Клянусь Аллахом, еще не успел посланник, мир ему и благословение Аллаха, встать со своего места. Еще никто не покинул комнату, как на благословенном лице пророка стали появляться признаки получения откровения. Все, находившиеся в комнате, поняли, что поступило откровение. Увидев такое состояние пророка, мой отец подложил ему под голову пуховую подушку и укрыл его еменским покрывалом. После завершения откровения он убрал покрывало с его лица. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, с улыбкой сказал, «Благая весть тебе, о Айша, Всевышний оправдал тебя и засвидетельствовал твою невинность». Мой отец воскликнул, «Встань, дочь, поблагодари пророка!» Но я сказала, «Клянусь Аллахом, я не встану, не стану благодарить никого, кроме Всевышнего Аллаха, поскольку он ниспослал аят про меня». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочел ниспосланные эти аяты. «Поистине оклеветала мать верующих Айшу группа из вас верующих. Не думайте, что это зло для вас. Нет, это хорошо для вас. Каждый из них получит воздаяние за заработанный им грех. А тому, кто стал зачинщиком этого, Абдуллаху ибну Убайю, великое наказание в аду». Сура Ан-Нур, аят 11. Когда Абубакр переселился из Микки ради сохранения своей веры и поселился в Медине, то вместе с ним переселился и его двоюродный брат Мистах ибн Усаса. Абубакр был состоятельным человеком и во всем старался помогать своему бедному родственнику Мистаху. Более того, можно сказать, что Абубакр полностью содержал его. Позднее произошло вышеприведенное событие, когда лицемеры уловили удобный момент для того, чтобы оболгать жену нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха Айшу, и обвинить в измене. Айша была дочерью Абубакра. Мистах пошел на поводу у этих слухов и последовал за ложными языками. Дьявол ввел Мистаха в искушение, и он совершил ошибку, став одним из распространителей этих сплетен, несмотря на то, что был искренне верующим мусульманином. Когда Всевышний Аллах оправдал Айшу в священном Коране и опроверг обвинения лицемеров, то Абубакр поклялся, что не будет больше обеспечивать Мистаха и никогда не станет помогать ему. Ислам – это религия великодушия, религия прощения и снисходительности к людским ошибкам. После того, как Абубакр произнес свою суровую клятву, Аллах ниспослал аят, в котором было сказано «Пусть не клянутся благородные и богатые среди вас, что не станут впредь помогать родственникам, бедным и переселившимся на пути Аллаха. Пусть они прощают и будут снисходительны. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вас? Аллах – прощающий, милующий». Как только Абубакр услышал этот аят, то сразу же сказал «Да, клянусь Аллахом, я желаю, чтобы Аллах простил меня». После этого он снова начал оказывать поддержку своему брату Мистаху, да будет доволен Аллах ими обоими, и обеспечивать его. Знаменитый ученый Фудайль ибн Айят, да помилует его Аллах, сказал «Под конец света появятся клеветники и обвинители. Остерегайтесь их, они худшие из людей. В их сердцах нет света ислама. Их благие деяния не возьмутся в расчет». Есть несколько видов клеветы. Первый – клевета на Аллаха. Это наихудшая и самая мерзкая форма клеветы. К ним относятся ложные высказывания о том, что Всевышний Аллах сказал что-то, чего в действительности нет в Коране. Преднамеренное неверное толкование Корана или вынесение фетв в отношении харама и халяля по своему усмотрению. В Коране об этом говорится. Разве есть тот, кто несправедливее воздающего клевету на Аллаха или отрицающего истину, когда она пришла к Нему? Разве не в аду последнее пристанище неверующих? В другом аяте. «Скажи, что вы скажете об уделе, который не спасал вам Аллах, создал для вас, и часть его вы называли запретной, а часть – дозволенной?» Спроси, неужели Аллах вам разрешил это или вы клевечите на Аллаха? Придумывайте законы сами. Что думают о судном дне те, кто клевечет на Аллаха? Неужели они верят, что не понесут никакого ответа за свою клевету? По истине Аллах, милостив к людям, дает им отсрочку наказания и множество благ, но большая часть их неблагодарна. Не произносите ложь, утверждая «это дозволено», а то запретно. Не клевечите на Аллаха. По истине, придумывающие ложь про Аллаха не преуспеют. Вторая форма клеветы – это клевета на посланника Аллаха. Из истории нам известно, что многобожники клеветали на пророка, мир ему и благословение, говоря о нем, что он был поэтом, колдуном, волшебником и тому подобное. В Коране говорится Он – не слова поэта, мало же вы веруете. Он – не слова прорицателя, мало же вы внимаете наставление. Он – Коран, не спослан Господом миров. Неверующие говорят «Это Коран – просто ложь, которую он, Мухаммад, выдумал при участии других людей – иудеев и христиан. По истине, они, говорящие такое, совершают несправедливость и лгут». Также клеветой является утверждение – это является хадисом, или, так сказал, пророк, в то время как пророк, мир ему и благословение Аллаха, не говорил этого. А также клеветой будет читаться намеренное искажение значения хадиса. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал Тот, кто солжет на меня намеренно, пусть приготовит себе место в аду. Третий – клевета на людей. Солгать, сказав то, что кто-то сказал или сделал то, чего он не делал. «Верующий должен быть предельно осторожным, чтобы никогда не клеветать и не искать недостатки окружающих, потому что нет никакой награды для того, кто обвиняет других. Напротив, лжец обречен на серьезный грех». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Избегайте совершения семи губительных грехов». Они, люди, спросили его, что это за грехи. Он ответил Первое – поклонение другим наряду с Аллахом. Второе – колдовство. Третье – ростовщичество. Четвертое – убийство человека, которого Аллах запретил убивать, иначе как по праву. Пятое – поедание имущества сироты. Шестое – оставление поля боя. И седьмое – обвинение в прелюбодеянии женщин. Чтобы предотвратить клевету в обществе, мусульманин должен сделать следующее. Первое – не верить клеветнику. В Коране сказано «О верующий! Если нечестивец принесет вам какое-либо известие, то проверьте его на достоверность, чтобы по незнанию не навредить людям, а после не пожалеть о содеянном». К Умару ибн Абдул-Азизу, известному как правильный халиф, подошел мужчина, который начал плохо говорить о каком-то человеке. Умар сказал «Если нечестивец принесет вам какое-либо известие, то проверьте его на достоверность. Если то, что вы говорите, правда, то вы будете одним из тех, о ком говорится. Не подчиняйся всякому холителю, распространителю сплетен. И если вы скажете, что берете свои слова обратно, то мы с пониманием отнесемся к вашим словам». Тогда он сказал «Простите меня, правитель правоверных, больше такого не повторится». 2. Наставление клеветнику Клевета – это греховный поступок, который отчуждает людей, подрывает благосостояние и единство, и выставляет невинного человека в дурном свете. Мусульманин должен мягко проповедовать тем, кто произносит такие слова и призывать их к добру. 3. Не думать плохо о человеке, которого оклеветали. 4. Не разрешается плохо думать, сомневаться или ненавидеть кого-то, говоря что-то без каких-либо доказательств. В аяте Корана говорится «Почему, когда вы услышали это, вы не сказали? Нам не следует обсуждать подобное, причисты от любых недостатков, ведь это великая клевета». 1. Один ученый сказал «Если вы услышите о проступке мусульманина, ищите этому 70 различных оправданий. Если вы не сможете принять эти оправдания, то вините в этом свое сердце. О, мое сердце, каким же ты стала жестоким и черствым!» 4. Не распространять клевету 5. Слова, сказанные без доказательств, необходимо относить к молве, основанной на заведомо неверных сведениях, то есть к сплетням. 5. Прежде чем говорить, истинный мусульманин должен подумать, сколько пользы и вреда есть в его словах. Потому что в хадисе нашего любимого пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, говорится 6. Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, говорит благое или молчит. 6. Пусть тот, кто верует в Аллах и в последний день, говорит благословение Аллаха и в последний день, говорит благословение Аллах. 6. Пусть тот, кто верует в Аллах и в последний день гвоздь, говорят благословение Аллах и в третий Jaw.